МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он уже объявлен, и до 4 декабря в городской думе конкурсная комиссия принимает документы от тех желающих, кто готов с какой-то программой выйти к горожанам, выйти к депутатам городской думы и представить эту программу. Каких-то особых формальных требований к новому главе нет. То есть старше 21 года, высшее образование и опыт работы определенный. На должность главы города могут претендовать тысячи людей. Однако на сегодняшний день в Думу Владивостока подали документы 22 кандидата, среди них две женщины. Широко известных личностей среди этих потенциальных мэров нет. Сегодня главу города будут выбирать не жители, а назначать конкурсная комиссия, куда входят депутаты городской думы и представители администрации края. В этом есть как минус, считают эксперты, так и плюс. Будущий глава города, он для жителей может стать, на сегодняшний день является темной лошадкой, потому что жители представления не имеют, кто станет главой города. Нет традиционных листовок, плакатов, встреч с избирателями. Так, чтобы уже какое-то устойчивое мнение у жителей сформировалось, что да, этого мэра мы знаем, этого мэра выбрали мы. И это, безусловно, слабая сторона этой процедуры. Но к сильной стороне выборов главы именно через конкурс я бы отнес следующее. У комиссии, у депутатов есть возможность оценить именно профессиональные качества претендента на пост главы города. Будущему главе города предстоит плотное взаимодействие с главой региона Андреем Тарасенко, который сейчас на своем уровне формирует команду профессионалов, отмечают эксперты. В частности, полностью заменен состав вице-губернаторов, куда, например, вошел бывший заместитель главы Владивостока Константин Межонов. И также мы видим, что Андрей Тарасенко продолжает работу по социально-экономическому направлению. Сейчас вот обсуждается проект бюджета, поэтому в данных направлениях мы видим только позитивную картину. Но также мы видим, что Тарасенко выстраивает новую абсолютно внутреннюю политику. Это отражается в первую очередь в налаживании контактов с муниципальными, региональными элитами. То есть у нас гасятся межэлитные конфликты. В частности, мы видим нынешнюю ситуацию в Владивостоке, когда впервые за последние годы край и город работают в одном направлении. Именно отсутствие желания взаимодействовать с муниципальной властью, считают эксперты, стало одной из причин политического провала экс-губернатора Владимира Миклушевского. Кроме этого, немаловажную роль сыграли и громкие скандалы с участием бывшего главы региона, которые активно обсуждались в публичной плоскости. Фотографии с шампанским и вертолетами и появление на субботнике в дорогой куртке известного бренда. А также отсутствие координации действий внутри команды губернатора, которая привела к череде арестов его заместителей. Повестка взаимодействия между властями, она очевидна, она там диктуется жизнью. Если это зима, то у нас там снегопад, да, там, будь он не ладен, да. Если это дороги, то у нас это и ремонт, и развитие уличной дорожной сети. Для Владивостока очень важно, всегда это было. И по мере сил всегда край старался, ну, помогать городу. Вспомним, что в период ОТС совместно работали Сергей Дарькин и Игорь Пушкарев, и удавалось на территории города реализовать достаточно серьезные инфраструктурные проекты. Появлялись новые дороги, перекладывались коммуникации. То есть это, на самом деле, иногда не видно, да, и кажется, что вроде ничего не произошло там. Но в то же время, если так всерьез задуматься, то от хорошего взаимодействия, вот в тот период, например, нам осталось очень многое, да. Новый глава города, так же, как и глава региона, должен быть прежде всего крепким хозяйственником и опытным управленцем, считают эксперты. Именно таким, подчеркивают они, был экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев. У Игоря Сергеевича Пушкарева спустя 8-9 лет была выстроена действительно мощная и стабильная система городского управления. Поэтому он мог, по большому счету, даже без участия краевого центра, решать локальные проблемы. Но нужно понимать, что так или иначе, в том или ином виде взаимодействие с региональной властью в одном ключе, это всегда дает мультикомпликативный эффект. То есть всегда сторона получает в два раза больше результата. Поэтому, я думаю, у будущего главы, который будет избран в ближайшие несколько месяцев, намного больше перспектив по развитию Владивостока, Владивостокской агломерации, когда он сотрудничает с краевыми властями. Главная задача будущего главы города – заботиться не о своем имидже и выстраивании отношений с другими властными структурами. Это важная, но второстепенная задача, говорят эксперты. В первую очередь, ему необходимо сделать так, чтобы каждому человеку было удобно проживать во Владивостоке, а значит, продолжить работу по ремонту дорог и благоустройству дворов. Именно конкретные дела и позволят выстроить отношения и с политическими, и другими элитами. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.